Генеральный спонсор программы Холдинг Беркут. Здравствуйте, меня зовут Евгений Коновалов и это программа «Мы здесь были». За моей спиной Восточное море. Однако не ищите его на карте. Восточным его называют только корейцы. Отсюда до российского берега каких-то несколько сотен километров. Провинция Кангвон самая близлежащая к России корейская провинция. А еще одна из самых живописных в стране. И сегодня вы в этом убедитесь сами. Провинция Кангвон лежит на северо-востоке, на самой границе с Северной Кореей. Большую часть территории провинции занимают горы. Самая известная из них – гора Сараксан. Это одно из самых живописных мест во всей Корее. И потому притягивает тысячи туристов. Мы тоже решили насладиться горными красотами и отправились на вершину. Для начала – путешествие по канатной дороге, во время которого можно полюбоваться прекрасными пейзажами. Наверху расположена видовая площадка. Кстати, место это историческое. По легенде, давным-давно два богатыря – Квон и Ким – возвели на вершине крепостную стену. Сегодня это местечко так и называется – крепость Квонгым. Отсюда, как на ладони, видны и город Сакччо и Восточное море. Но это лишь промежуточная станция. Пора дальше в путь. На самую вершину ведет каменная лестница, по которой терпеливо карабкаются пожилые корейцы. По пути попадается какой-то монах, собирающий пожертвования. Последний рывок – и вот она, вершина. Признаюсь, увидеть такое столпотворение я не ожидал. Если уж и покорять гору, то самый ее пик. Хотя занятие это и небезопасное. Но нас трудности не пугают. Теперь понятно, почему тысячи людей ежедневно карабкаются в эту гору. Потому что отсюда открываются поистине завораживающие виды. Спустившись с гор, мы встали перед выбором. Куда же пойти дальше? Ведь в национальном парке гора Сараксан еще много интересных и красивых мест. Буддистские храмы, скалы, пещеры, водопады. Мы же отправились в местечко под названием Писонде. Путешествие туда занимает почти час. Но за любованием природных красот время летит незаметно. Позади три километра пути. И вот он, Писонде. В переводе с корейского это означает «большая каменная плита». Согласно древней легенде, волшебница-мага спускалась с небес на землю, чтобы покупаться в чистой горной реке и отдохнуть. Здесь и вправду царит какое-то умиротворение. Тишуна нарушает лишь шум воды. Да и окружающие виды зачаровывают. Мое внимание привлекли надписи на камне. Что они означают, никто объяснить мне не смог. Тем более, что иероглифы не корейские. Да и выбитые в камне они были сотни лет назад. Уже покидая национальный парк Сараксан, мы забрели в буддийский храм, возраст которого превышает тысячу лет. В самом центре храма на фоне гор возвышается огромный бронзовый монумент. У подножия горы Сараксан стоит Будда. Высота его 18 метров. Одна конеца притягивает сюда тысячи паломников. Сюда корейцы приходят помолиться за скорейшее объединение двух Корей. Помолиться за объединение Кореи можно не только снаружи, но и внутри. И делают это даже юные корейцы. Давно заметил, что большинство буддийских храмов и монастырей располагается в живописных местах и обязательно в горах. Вот и один из самых древних и известных храмов в Корее, Вольдзонса, затерялся где-то в горах Адесан. Древние храмы всегда строились в необычных местах. Мы считаем, что у природы есть энергетика. Горы – идеальное место. Они дают хорошую энергетику. Этот храм построили в долине, окруженной пятью вершинами, чтобы он впитывал энергию гор. Храм Вольдзонса – один из старейших на всем корейском полуострове. Построен он еще в 644 году. Любой буддийский храм начинается с ворот, внутри которых стоят четыре статуи небесных хранителей, символизирующие четыре стороны света. Небесные хранители оберегают чистый буддийский мир от грехов мира человеческого. Пройдя ворота, попадаем на территорию храма. Здесь много разных построек – пагоды, колокольни, учебные здания и жилые помещения. И, конечно, главное храмовое здание. Внутри на возвышении стоит Будда. Именно к нему прихожане идут помолиться. Неподалеку стоит главная достопримечательность храма – каменная восьмиугольная девятиярусная пагода. Сейчас в одном из зданий храма Вользенса идет ремонт. Денег, как это часто бывает, не хватает. Помогают прихожане. Многие за свою бескорыстную помощь им предлагают войти в историю храма, оставив автограф вот на такой черепице для крыши. А вот в другом строении ремонт уже подходит к концу. Снаружи здание сияет свежей краской и расписными картинами. Внутри тоже почти завершены отделочные работы. На стене напротив входа огромная фреска с Буддой. Трудно поверить, но все это сделано из дерева. Интересно, сколько времени было затрачено на изготовление этого шедевра. По другим стенам еще тысячи маленьких Будд. По всей видимости, это будет что-то типа лекционного зала для туристов и прихожан. Иначе для чего нужна эта Буддка и современные динамики под потолком? За чашечкой ароматного чая с кедровыми орехами монах Хеун рассказал нам о жизни в монастыре. Сейчас здесь постоянно проживают 20 монахов. Жизнь у них не сахар. Подъем в 3 или 4 утра, затем песнопение, в 6 завтрак, затем медитация или учеба. Потом обед и снова медитация и песнопение. В 21.00 отбой. В последние годы буддизм стал весьма популярной религией во всем мире, в том числе и в России. Покидая храм, я спросил у монаха Хеуна, с чем связана такая популярность буддизма. Когда-то Корея была очень бедной страной. У нас была тяжелая жизнь и на первом месте стояло все материальное. Но сейчас жизнь намного лучше и мы чаще обращаемся к внутреннему, к духовному. У нас сейчас очень много людей, богатых материально, но бедных духовно. Но они хотят быть богатыми внутри. И буддизм в этом отношении очень подходящая религия. И потому, наверное, очень популярна. Красоты и достопримечательности провинции Канвон облюбовали не только туристы, но и кинематографисты. Более того, все места, где снимались популярные сериалы, давно уже превратились в посещаемые туристические объекты. Мы отправились в путешествие по местам съемок культового корейского сериала «Зимняя соната». О чем сериал? Конечно же, о любви. Двое влюбленных, девушка Юджин и юноша Джунсан, договариваются встретиться 31 декабря на улице Мендон в городе Чунчони. Спеша навстречу, Джунсан попадает в аварию и теряет память. Спустя 10 лет они случайно встречаются, и между ними вновь вспыхивает любовь. В столице и провинции Канвон, в городе Чунчони, действительно есть улица Мендон. Представляет она из себя скопление модных магазинчиков, ресторанов, дискотек. Но главная достопримечательность Мендона – отпечатки рук актеров, снимавшихся в «Зимней сонате». Еще одно культовое для всех поклонников сериала «Зимняя соната. Место» – остров Нами. В день нашего визита стоял жуткий холод. В ожидании парома пришлось греться у огня. Остров Нами – место романтичное, и потому особенно популярно среди влюбленных парочек. Минут 10 водные прогулки, и мы на острове. Первой нас встречает то ли русалка, то ли просто дива. На острове буквально на каждом шагу напоминание, что здесь проходили съемки «Зимней сонаты». Есть даже скульптура главных героев. Но главная достопримечательность острова, изображенная на всех афишах сериала – живописная метасиквоевая аллея. Одна любопытная деталь – на острове нет телеграфных столбов. Все электропровода проведены под землей, что способствует более натуральному виду острова. Далеко за пределами Кореи провинция Канвон славится своими горнолыжными курортами. В радиусе нескольких километров расположены сразу шесть курортов и десяток всевозможных трасс. Мы заглянули на один из них – Йонпен. Кстати, тут тоже проходили съемки «Зимней сонаты». А еще проводился чемпионат мира по горным лыжам. Ну и, наконец, это самая первая горнолыжная база в стране. Едва прибав, мы попали на банкет. По случаю открытия фестиваля любителей горных лыж и сноуборда. С декабря по март запланировано проведение семи подобных фестивалей. При этом принять участие в них могут как опытные горнолыжники, так и полные чайники. Выйдя после банкета на улицу и глядя на катающихся с горы, я подумал, А чем я хуже этих юных лыжников? Была не была, когда-нибудь же надо начинать. На утро первым делом я отправился в прокат, подбирать экипировку. Сначала куртку и штаны, а затем ботинки и лыжи. Все готово, можно начинать. Несмотря на возросшую популярность горных лыж в Приморском крае, лыжная лихорадка лично меня обошла стороной. До сегодняшнего момента я в ближний раз в жизни стоял на лыжах. Было бы глупо быть в Йонпенге и не покататься на горных лыжах. Не знаю, что у меня получится, но попробую. Первые шаги оказались не слишком уверенными, но получше, чем у этой пожилой начинающей лыжницы. Для начала меня зачислили в группу чайников и отправили учиться к опытному инструктору. Вместе со мной идут для чайников еще два начинающих лыжника. Вот да вот экипировано не получше меня. Как выяснилось, моими лучше экипированными напарниками оказались представители солнечного Сингапура. Были здесь еще гости с Тайваня, других стран Юго-Восточной Азии. На их родине снега нет, вот и приезжают они на три дня в Корею покататься на лыжах и поучаствовать в разнообразных мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля. Время шло, а мы все стояли на лыжах. Честно говоря, уже хочется на большую гору прокатиться с ветерком, но что-то пока не пускают. В конце концов я махнул рукой на все и отправился учиться самостоятельно. Ведь если эти карапузы демонстрируют слалом, то уж я попытаюсь хотя бы не упасть. Первый спуск получился корявым и неуверенным, и закончился фиаско. Но уже последующие попытки получались лучше и лучше. Оказывается, кататься на горных лыжах не так уж сложно. Главное захотеть. А при этом какой взгляд бодрости получаешь, не передать словами. Эх, провести бы здесь недельку. Но, увы, нам пора ехать дальше. Курорт Йонпион я покидал с заболевшим горными лыжами. И с твердым желанием вернуться сюда через месяц, чтобы уже принять участие в фестивале. Вдоволь накатавшись, уставшие, но довольные, под вечер мы прибыли в отель Ханва. Однако в отдыхе пришлось на время забыть. В холле отеля царило оживление. В маленьком и тесном зальчике местные молодые артисты развлекали постояльцев костюмированным представлением и игрой на барабанах. Зрители сидели прямо на полу и принимали активное участие в шоу. Самое интересное началось после окончания представления. Вернее, представление продолжилось в холле, а его участниками стали все присутствующие. Остаться в стороне от такого веселья невозможно. Подхваченной толпой я окунулся в праздничную атмосферу и пустился в пляс. Признаться, за время путешествий доводилось останавливаться в разных гостиницах. Но ничего подобного лично я никогда не видел. Корейцы умеют работать и умеют отдыхать. И отдыхают весело, заражая своим весельем всех окружающих. Вот о такой лирической, веселой танцевальной ноте мы и прощаемся. Это была программа «Мы здесь были». Мы в Корее были. Теперь очередь за вами. Генеральный спонсор программы «Холдинг Беркут». «Холдинг Беркут». «Холдинг Беркут». «Холдинг Беркут». «Холдинг Беркут». «Холдинг Беркут». Продолжение следует...